Девушки отдыхают В мирях святия священодействователь показался Иси. Христова Бо Преподобне Евангелие исполнив, положил Иси душу Твою о людях Твоих и спасл Иси неповинные от смерти. Сего ради осветился Иси, яко великий тайник Божией благодати. Священное Писание или Библия, которую мы покупаем в церковной лавке, не всегда была таким, как мы ее знаем. Она прошла длинный путь становления и созидания. В XV веке архиепископ Геннадий поставил задачу собрать книги Священного Писания в единую Библию на славянском языке. Он организовал поиск частей славянской Библии по монастырям и соборам. Часть книг найти не удалось, и их перевел с Библии, которая была написана на латинском языке, монах Вениамин. Экземпляр Геннадийской Библии сохранился до наших дней. Ныне используемая православной церковью в богослужении в России и других славянских странах Библия отличается от текста Геннадия лишь мелкими, но многочисленными исправлениями. На протяжении столетий русский язык развивался и изменялся, но славянский перевод Библии в течение многих веков по-прежнему оставался в употреблении. С появлением на Руси книгопечатания книги Священного Писания стали печатать на церковно-славянском языке. У слова Библия и слова Библиотека один корень. Библия – это книга. И Библия подразумевает, что здесь собрано большое количество книг. Библиотека же подразумевает, что это хранилища для книг, что они собраны и хранятся. Вы находитесь в отделе редких и ценных книг Кировской областной библиотеки имени Герцена. Наша библиотека 8 декабря этого года отметила 175 лет со дня основания. И за вот такой многовековой путь, что ли, она накрепила книжные, такие книжные сокровища, то у нас здесь очень много есть редкостей. И первая книга, о которой я хочу сказать, это Библия, полный славянский текст, напечатанный в Остроге Иваном Федоровым. Свидетельствует вот этот его печатный знак, который он всегда оставлял на всех своих изданиях. В XVII веке был перепечатан текст этой Библии в Москве в 1663 году. У него замечательный титульный лист. Здесь впервые опубликован план Москвы. Она так же, как и Острожская и Либлия, напечатана в два столбца, но швид для него был выбран специально. В старых книгах, и в частности в Библии, которую я вам показываю, встречается много интересных записей, заметок о том, кому эта книга принадлежала, куда вкладывали, там, давили. На некоторых, допустим, книгах встречаются такие записи, что на псалтыре особенно, что я, допустим, Михаила учу, и он должен мне заплатить там столько толпы, денег. Или где-то написано, вот в одной из кириллических книг мне встретилась, наблюдал комету с хвостом в 1781 году над Вяткой. То есть вот очень разные записи, потому что бумага была дорогая, и было немного. Сия богодухновальная книга Нового Завета горла Хлумова Покровской церкви, казенная, данная в воспоминании о Верке Перминова, подписанной той о церкви священником Федором Маракуйным, лета 1769 года, августа второго дня. Эта запись говорит нам о том, что книга эта принадлежала одному человеку, жителю города Хлумова, а по кончине своей была передана в Покровский храм этого города. Третья Библия, о которой я хотела бы сказать, она называется Елизаветинская, напечатана она была в Санкт-Петербурге в 1751 году. Портрет Елизаветы. И вот, значит, титульный лес, где мы увидим, что это Библия, сиючь книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Она была уже исправлена, эта Библия, по сравнению с теми предыдущими. Текст здесь более полный, напечатанная, видите, уже в один столбец, на каждой странице, в рамках из набора украшений. Мы почитаем святителя Николая Великим Игодником Божиим и святителем, который учил православных христиан идти путем евангельским, записанным в Священном Писании, который учил православных христиан соблюдать заповеди Божии, которые изложены нам в этом священном тексте Святой Библии. В богослужении Православной Церкви имя Святителя Николая мы вспоминаем как великого учителя и святителя, который дает назидание православным христианам для молитвы. И здесь, в текстах Священного Писания, находят истинную православную веру. Святитель Николая Православной Церкви67 Восемь Zombie Священник Православной Церкви имя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Июля в 24 день Это по старому стилю По новому стилю 6 августа На память святых князей, страстотерцев Бориса и Глеба И побиша ту множество чудь и отеков, и град построивша и нарекоша имя граду тому Никулица Вот это упоминание о Никульчино в повести о Страневятской Является одним из первых упоминаний в истории об этом селе в письменных источниках И ученые предполагают, что автор повести о Страневятской Здесь не только сохранил устное предание, которое передавалось из поколения в поколение Но также и использовал какие-то другие рукописи Сказания о ветчанях, которые хранятся, догадайтесь где В библиотеке Республики Узбекистан имени Алишира Наваи Вот там, так далеко от Вятской земли Был обнаружен этот удивительный источник Американским ученым Даниэлем Кларком Пулом в 1990-е годы Который по приглашению Виктора Валентиновича Низова, нашего известного вятского ученого Приезжал сюда с докладами, и местные краеведы и историки были очень удивлены тем, что Американский исследователь, проживающий в Сиэтле, за Атлантическим океаном, занимается историей Вятской земли Несколько лет назад эту рукопись мы запросили для Вятской епархии Здесь текст повести о стране Вятской почти повторяется слово в слово Но интересная деталь Во-первых, здесь сказано о том, что перед тем, как взять Болванский городок и основать Никульчино Новгородцы три дня стояли под городком, постились, молились, просили святых князей Бориса и Глеба помочь им в этой битве То есть битва за Болванский городок была не просто внезапным нападением Но причем название Никулицына здесь дается в другой транскрипции Вот мы читаем Ограду Нарикоша имя Микулицын Микулицын Эта форма более древняя Именно так писалось имя Николай, Миколай В Новгороде, в первой половине 17 века Когда, предположительно, и был составлен этот источник Причем интересная деталь, что в такой же транскрипции это название Никульчино встречается в другом известном источнике по истории Вятской земли Это летописец старых лет, который был составлен, предположительно, в Москве, но включает в себя вятские записи 1670-80-х годов То есть, предположительно, сделанные во время архиепископа Ионы, второго вятского архиерея Для нас это очень важное подтверждение, во-первых, исторической достоверности этого события Которое не просто сохранялось из уст в уста, передавалось, сохранялось в народной памяти А было записано в других источниках, прежде чем попало в повесть Остреневятская А во-вторых, вот эта транскрипция Микулицина Помогает нам задуматься о происхождении самого названия Никульчина В данном случае большинство ученых сходится в том, что действительно основа этого названия – это имя Николай Одни ученые предполагают, что это был предводитель отряда новгородцев, которые пришли и основали это село Но вы знаете, вот в те времена, безусловно, люди прежде всего воздавали хвалу святым Поэтому я предполагаю, что это название связано с именем святителя Николая Вот это все буквально сведения последних 15-20 лет То, что ученым стало известно за последние 20-летия И, конечно, это связано с религиозным возрождением Вятки, с духовным возрождением Вятской земли Которая так или иначе обращается к памяти об этих событиях В частности, с возрождением Крестного хода в Никульчино Который впервые состоялся в 1995 году И тогда где-то 50 или 40 человек принимало в нем участие А сегодня это уже 500, 600 и 700 человек Ежегодно 15 мая, да еще и в обратный путь 18 сентября отправляются паломники Поэтому, безусловно, этот крестный ход послужил возрождению самого села Возрождению храма в этом селе, который был построен 11 лет назад В 2001 году и освящен И вот в этом 2012 году впервые божественная литургия в этом храме Святых Бориса и Глеба была совершена архиерейским чином Тогда еще архиепископ, ныне митрополит Марк, совершил божественную литургию На мой взгляд, память о Никульчино связана еще и с культом Бориса и Глеба Как следует из вятских летописей, основатели Никульчино Прежде чем построить укрепленный поселок, заложили храм в честь святых Бориса и Глеба В 2015 году исполнится ровно тысяча лет со дня их подвига Огромный юбилей, юбилей для всей церкви Поэтому Вятская земля к этому юбилею тоже готовится И я думаю, те открытия, которые сегодня делают наши ученые И возрождение самого Никульчина, интересов Никульчина Возрождение культа Бориса и Глеба на вятской земле Это все очень важно, уместно и своевременно И не так давно мы узнали, что, оказывается, есть инициативная группа граждан Которые хотели бы в нашем городе поставить часовню В честь святых Бориса и Глеба На так называемой Китиморской горе К которой как раз и выходит река Никульченко То есть в напоминании об этих событиях конца 12 века В напоминании об основании и Никульчина, и нашего города Хлынова, Вятки, Кирова Теми же новгородцами, которые основали Никульчина Дорогие братья и сестры Молитвами святителя и чудотворца Николая Да дарует нам Господь идти по пути исполнения Евангелия Христова Всего вам доброго!